Субтитры сделал DimaTorzok Потому что меня не было здесь полгода И чё я вам звоню-то? Чтобы рассказать, почему Так долго меня тут не было, потому что я очень хотела Трансформировать свою злость и агрессию Во что-то доброе, хорошее Чтобы не только поныть вам здесь сегодня Ну и чтобы гадости не наговорить каких-нибудь С чего всё началось? Так уж исторически сложилось, что я очень зависимый От состояния морального, эмоционального моего близкого окружения Ну в простонародье импат А ещё так уж вышло, что семья для меня очень сильно много значит Больше, чем всё-либо Короче, семью люблю пипец И примерно полгода назад Приключилось не Настя С Настей Человек, который был для меня самым-самым близким Мой бывший уже молодой человек Он себя почувствовал неважно Что-то у него кошки на душе скрипстись начали Ну и в принципе, в принципе ему стало грустно очень И мне сразу тоже Мы вроде как пытались это всё починить, нормализовать Получилось только усугубить проблему в отношениях А такое положение дел всегда меня парализовало Ну не могу я радоваться жизни, хотеть что-то делать Когда всё херово А если в моих отношениях всё херово, значит у меня всё херово Ужас! Ну в итоге ничего у нас не получилось и мы расстались Я думаю, вы все и так прекрасно понимаете, о ком речь Я имён называть не буду, чтобы чтить традицию Потому что моего имени тоже никто не озвучивает Ну-ка, обнятина полезла, извиняюсь Решение расстаться было моим И приняла я его для того, чтобы мы не утонули Окончательно в этих отношениях Потому что, ну, пятками до дна мы уже доставали В начале отношения вроде всё было хорошо И вы это видели Мы были два плюса Что-то радовались, как-то жили-не тужили А потом он палочку-то потерял И стал минусом Как-то всё стало плохо Как-то уже жизнь не в радость А я пыталась показать Очень хотела показать, что жизнь это класс Что жизнь это счастье Не получилось Очень старалась его поддержать И направить на то, чтобы он делал только то, что желает его душа То, что хочет его сердце Но я очень мечтала сделать его счастливым Не получилось В общем, я хотела сделать как лучше А получилось как всегда Да, и в этом моя вина Потому что я пыталась его переделать И это было пагубно для него Плохо на нём сказывалось Потому что, ну, оказывается, блин, так не работает Не работает так И не можешь ты управлять людьми И не можешь ты им засунуть другие глаза Чтобы они видели ими всё хорошее Так не бывает Ну и когда ситуация стала патовой В общем-то мы и расстались Когда стало понятно, что я хотела починить и доломала нахер Но даже в момент принятия решения о расставании Я всё ещё очень хотела, чтобы он был счастлив И он сказал, что очень хочет заниматься музыкой А со мной у него не получается И я решила отпустить Ну и отпустила, любя Получается так Было очень тяжело Я, если честно, думала, что, может быть, получится что-то починить Спустя время Чтобы, может быть, человек тоже захотел сделать что-то Чтобы отношения восстали из мёртвых В этом тоже моя проблема Потому что Это что у нас? Правильно Ожидания Они отравляют жизнь Записывайте Ну и что я делала дальше Я дальше просто Сколько-то дней, недель, может быть, месяц Лежала Я лежала Я теперь у меня профессионально лежать Играть в клуб романтики Где всё классно, мило, романтично Ну иногда кто-то умирает, конечно Но в целом прикольно Мне понравилось Я прошла очень много историй Я задонатила очень много денег, чтобы их проходить А и отвлекаться от реальности Ну, в общем, это всё Это всё, чем я занималась Мне даже как-то стыдно А так нет Я выкинула месяц из жизни вот на это А кто-то не выкидывал месяц Блин, если я не терял Да ладно Всяко бывает Всё в жизни может поменяться А потом это всё стало нормально Я записалась на танцы Представьте себе Я до сих пор поверить не могу Но я, правда, уже сейчас не хожу Потому что меня опять что-то пришибло Слегка Но мне очень понравилось Танцы, знаете, такие Джаз-фанк называется Там и жопы повертеть И как-то вот и... И ещё вот так Эть-эть могу смотреть И опа Вот так ещё И вот так Опа Эть Начала ходить на вокал Очень сильно ходить на вокал начала И даже какие-то подвижки И мне вообще нравятся И песни я даже какие-то вот пыталась петь Чувствовать я себя начала хорошо Даже как-то не поверила Самой себе Что такое может быть А дальше наступил один из самых счастливых дней В моей жизни За очень долгое время Просто внутри было хорошо Жить захотелось обратно Я даже в тот день Очень хорошо вела сторис Это редко очень бывает Когда меня устраивает То, что я делаю А меня очень устроили Мои сторис Которые я наделала в тот день Ну, они такие весёлые получились А потом я ещё и на праздник жизни Пошла к друзьям семьи И вообще всё стало зашибись Я там съела вкусный бургер И вот как только я его съела Буквально Ну, прям сразу Я его проглотила Последний кусок Я узнаю, что У моего бывшего молодого человека Новые отношения Из тиктока я это узнала Жахнуло не по-детски меня, конечно Я так понимаю У меня была паничка Паническая атака Я сидела за столом В кругу людей День рождения Тут у всех происходит Они что-то радуются Говорят Много людей с разных сторон А я перестаю их слышать Я не слышу никого И слышу только своё сердце Из всех щелей Оно просто Ну, я встаю такая Из-за стола Ни хрена Не слышу, не вижу Но знаю, что хочу выйти Потому что мне не нравится Находиться А это был частный дом И я хотела выйти во двор Иду к двери Хватаюсь за ручку И вот так вот Просто дёргаю Я её просто дёргаю И И не могу понять Она не открывается Ёпта Она не открывается И я в шоке просто Я думаю И что это такое? Как это починить? Я её туда и сюда А она не открывается Охереть Я только вот пять минут назад Умела ей пользоваться Я побежала в туалет Потому что он был открыт Там не надо было дверь открывать Ничего Я забежала Закрыла дверь И просто села на толчок И сижу Не пержу Было бы смешно Сижу пержу Сказала бы А не могу Не просто села И меня придавило Вообще-то боль была Но ситуация какова получилась Я значит начала выбираться Из болота Которое сама себе намесила Почти вылезла А потом Обратно меня Туда Не успела я в общем Глоток свежего воздуха сделать И захлебнулась Заново Потому что вышло так Что до того Как я начала радоваться Жизни вновь У меня обмороки Какие-то появились Я что-то Чем-то болеть начала Она в обморок упала Я ее трясу У меня истерика Она через минуту В себя такая приходит Говорит Че-че-да Я вас слышу Типа вижу У нее мошки Перед глазами летают Она желтая была Как земля С белыми губами А когда в обмороке была Они у нее начали синеть Представляешь Она как дышать Перестала Как обмякла Прям Я вообще Пока она в обмороке была Я ей скорую сразу вызвала Сюда И бывший молодой человек Мне писал Интересовался Моим состоянием И как-то я позволила Этому Укрепить Мои ожидания Что может быть Как-то все-таки Воссоединение Это может случиться Что ли А выяснилось Что человек Уже в тот момент Уже находился В отношениях Когда интересовался Моим состоянием И когда я это сопоставила Ну Ну сама виновата Опять Видите Напридумывалась Я что-то Обрадовалась А потом расстроилась И мне очень Хотелось кричать Но рот был завязан Обязательствами Обстоятельствами Потому что Он не Не афишировал Но не отрицал Того что у него Новые отношения А я себя очень плохо чувствовала И мне очень хотелось Показать это В сторис Хотя бы Чтобы почувствовать Что я не одна Но всячески Пожалеть себя Мне хотелось Отсюда и мои вбросы Я выкладывала Свои слезки В инстаграм За меня начали переживать И поддерживать За что Огромное вам спасибо И мне делало это легче Но Я не учла Того Что Это Наделает Шума Скрены Моих сторис Они разлетелись По пабликам И подогрели Интерес К чему-то Что еще не произошло Под этим я подразумеваю Официальное подтверждение Новых отношений С его стороны И вот погрузилась я В это свое болото Вновь И что же я там делала Я там отрицала Я там гневалась Ругалась Было такое ощущение Как будто бы Знаете Как будто все это было И неправда Отношения которые Длились Два с половиной года Почти три Они как будто все были Не по-настоящему Да и человек мне сказал Что ему нужна Только музыка И вообще Отношения ему не нужны И что он меня любит А так бы если бы не любил Ему вообще отношения Нахер не нужны Я поверила Но получается так что Не отношения Не нужны были Человеку А отношения со мной Просто не договорил Но его тоже можно понять Такое сложно сказать Такое страшно сказать Ну и сколько-то недель подряд После этой новости Которую я узнала Посвятила тому Чтобы сомневаться Во всем что происходило Вспыхивали Какие-то обещания Какие-то события Какие-то планы И к каждой вспышке Я находила пазл Который как будто бы Объяснял мне Что А нет Неправда Все это Была И вот я боролась Не хотела верить В то что это было неправда Веселого было мало Как можете понять А ну еще и Было пару дней таких Каких лучше бы не было Я Ну знаете Всякую дрянь Писала человеку Стыдно И я Очень прошу прощения За это Но мне очень хотелось Вернуть ему свою боль И я этим не горжусь И очень не рекомендую вам Желать того же Потому что Это не так работает Потому что Как правило Когда вы пишете дрянь Легче не становится Становится тяжелее А что случилось потом? Потом отношения новые Стали достоянием общественности Когда кто-то из зрителей Провел расследование собственное Нашли девушку новую И И пиздец Катастрофа То что произошло дальше Это просто катастрофа Разлетелось по пабликам Очень громко Очень грязно Очень много хейта Полилось На них И я хоть и была Очень зла И обижена На человека Мне очень хотелось Это остановить Потому что Ну я не ожидала Что настолько Громко получится И настолько Вонять будет Потому что Начали хейтить Булить Вообще Непричастного Человека Его новую девушку Ужасные вещи Им писали Ужасную вину Я ощущала Свою в этом Потому что Меня так хотели Защитить Мои зрители Но так не работает Как я уже сказала Так Ничего мы не починим Из такого говна и палок Не построим Но я не знала Как это остановить И написала в сторис Мы против буллинга Мы против хейта И действительно Ну скажите Всегда было так у нас здесь Правда Поэтому-то я и охерела Что может быть Такой кошмар Но это никого не остановило И что-то вообще дальше Полилось говно Они получается Стали защищаться Ненароком Как-то набрасываясь На меня Чуть-чуть подковыривая Знаете Меня это заставило Злиться Снова Сильно Потому что Вот эти вот пасхалочки Знаете Какие-то отсылочки Как-то это Мне не хотелось В этом быть Злая была Очень И изо всех сил Пыталась это подавить Убрать эту злость Потому что Она меня жрала И вы наверное думаете Что расстались мы На хорошей носе Потому что я дала Вам повод Так думать Сама Сколько-то дней назад Мы с Лешей приняли Окончательное решение Расстаться И это решение Было принято Не в процессе Ссоры Ругани Это было абсолютно Стеклое Как трезвышко Решение Собственно Откуда злость Моя взялась Расстаться мирно Не получилось Поговорить не вышло Поэтому злюсь А человек просто Ну тогда был Не в состоянии Видимо Расставить точки над И Полюбовно решить Эту ситуацию Да Чинно Мирно Благородно Мы молча расстались Меня почему-то Не хотели ни держать Ни отпускать Поэтому решение Приняла я Уйти оттуда Где любовью Уже и не пахло Но скажу сразу Что я тоже Была говном Тоже прозвучало плохо Извиняй Просто Без тоже Я была говном В отношениях Особенно в расставании Никогда не бывает Оттененоват Расрушению Подталкивает Поведение Обоих людей Всегда Хотя Не знаю Ты что пугаешь ты Прости Просто я представил Если кто-то Кого-то избивает Второй человек Я вряд ли Как-то Подталкиваю Ладно Все Никого не избивали Все А теперь возвращаемся На пару месяцев назад Что же происходило Когда мусолилась Вся эта тема В пабликах Мне очень хотелось Спрятаться Чтобы опять же Заглушить свой гнев Свою злость И не выплеснуть ее Куда-нибудь Но везде спотыкалась О воспоминания О новости Всякие Которые происходят То в тиктоке То в пабликах Везде Это было повсюду Даже в тикток Не могла зайти Прикиньте Мимо посмотреть Каждый раз И это было сложно Ну это постоянное напоминание Не успеваешь отойти И прийти в себя А раны и так Не зажившие А их еще вот Бороздят Ну я сама получается Потому что В паблики вот Надо было не заходить И поделиться тем Что внутри я снова не могла Потому что Теперь уж Если я и делилась То все мои действия Считывались как Призыв к войне К хейту Ребята В такой яме В общем мы оказались В какой-то момент Мне даже показалось Что она безвылазная Потому что это правда Какая-то бесконечная игра была Только становится лучше Тут уже оп И песню Подарок хотят удалить 1,4,3 Песню которую мне подарили На годовщину отношений Хотят удалить А потом уже И не хотят удалить Сразу Тут же И как это понять Что это такое И об этой новости Как и во всех других Я узнала из пабликов В которых постят Информацию Из соцсетей Блогеров Просто мне в какой-то момент Показалось что это какой-то Гикий флекс На костях отношений До сих пор не хочу верить В то что это может быть Правдой Ну это странно Странно И в какой-то момент У меня тоже чердак потек Я сняла тикток Молодец Тиктокерша Тикток с приколом С мемом Когда пытаешься Не написать Бывшему каких-нибудь гадостей Это вот мое говно полезло Уже тогда Но не преследовалось Цели Нагнать волну хейта Я такого никогда не хотела Никому Ну это просто Сублимация Эмоций негативных Это просто Это был прикол Но С львиной долей Правды Ай Ты привыкла Сколько ты уже снимаешь Ты все Какие-то негативные моменты Через шутки Через видео Ну это мы сейчас Меня оправдываем Да Ну чуть-чуть Ну а как без этого-то Потому что на самом деле Так оно и происходило Когда Все тебе затыкают рот Сама ты себе затыкаешь рот В первую очередь Как все поступать Забить хер Найти в себе силы И забить хер Самая моя грубая ошибка Была в том Что я сама заходила в паблики Погружалась в это Читала комментарии Анализировала все Потому что Как будто бы пыталась убедиться В том что наши отношения были неправдой Чем-то неценным Чтобы как-то через боль Оторваться уже И отпустить это все Окончательно И В один из моих таких обысков Мне повезло наткнуться На то На что я Не думала Что когда-то натолкнусь Я вам уже здесь сказала Что семья для меня Это что-то очень важное Его семья тоже Была для меня очень важна Сильно важна Я очень сильно их любила И до сих пор люблю И благодарна Но В комментариях Под очередным постом Я наткнулась на Очень неприятные слова От человека Из семьи Что там про нас говорили Судя по фанатам Анастасис Она за буллинг Стыдно в первую очередь Должно быть Но как говорится Рыба гниет с головы Так что после буллинга Для ее фанов можно понять Кто она такая Я с этим человеком была В очень хороших отношениях А потом нашлось еще Всякое интересное От этого же человека Тут этот человек Называл меня лицемеркой Иронично получилось Потому что Мы правда были В хороших отношениях С этим человеком И тут опять Моя ошибка Но блин Бахнуло больно Снова Откуда не ждали Вот реально Вот здесь уже Вообще не ожидала И знаете что стремно Что на самом деле Мы все давно знаем ответ На все свои самые главные вопросы И мне ответ тоже был известен Задолго до расставания В тиктоке такую классную штуку нашлась Я вам расскажу Там говорилось о том Что тебе никогда Не придется бороться За настоящую дружбу И настоящую любовь Ну типа Игры в одни ворота не будет Виноват ли человек в том Что он разлюбил Нет Виноват ли он в том Что он вступил в отношения Очень быстро После разрыва старых отношений Нет Заслуживает ли кто-то Хейта или буллинга В этой истории Но этим видео Мне хотелось Объясниться Просто перед вами За долгое отсутствие Извиниться За него же И попросить вас От всей души Не буллить никого Не хейтить Не ругать Не писать гадости Какие-либо Пожалуйста Я здесь не для этого Ну давайте теперь Немножечко о хорошем что ли Очень я боялась Этого делать Но мне очень хочется Показать У нас вот кто есть Теперь Это если что не Тихон Его зовут Степа Но мы иногда до сих пор Тоже думаем Что это Тихон Тихон к сожалению умер На канале я об этом не рассказывала Только в инстаграме И вот не так давно С нами начал жить Степа Он у нас появился До новости О новых отношениях И я очень радовалась Степе А потом как узнала О новых отношениях Стало очень страшно Потому что Не получалось Чувствовать любовь К животным И вообще К кому-либо Такая вот побочка Болезневого расставания Психолог мне объяснила Что это нормально Но это мне не нравится Все равно конечно Просто любви как будто нет Не существует ее будто бы Но психолог сказала Что это должно пройти Поэтому я Не унываю Очень сильно Но зверушек конечно жалко Еще из интересных побочек Я перестала бояться За себя Вообще Это интересно Ну любопытно За этим наблюдать Вот например Могу спать теперь Высунув ногу Из-под одеяла Это не шутка Сейчас Это не чтобы вы похохотали Обычно Так страшно было делать А еще я могу спать Когда стул Компьютерный Развернут ко мне Лицом В темноте Как вам такое Это очень страшно Было раньше Потому что Мне казалось Что я обязательно проснусь У меня случится Сонный паралич И какая-нибудь хрень Длиннорукая Длинно нога Будет сидеть на стуле Поэтому я всегда Его поворачивала спиной К себе К кровати А то тут нет По всякому могу спать Не ну спать могу Уже хорошо правильно Раньше у меня Бессонницы были Также моей злости Удалось отхапать Нормальный кусок От меня Она меня жрала Жрала и сожрала На 7 килограмм Жесть Во мне нет 7 килограмм теперь Просто Не получается есть Просто не получается есть Хочется и не можется Вот это интересно Потому что Когда в 14 лет У меня была анорексия Она была немножко другой Я сама выбирала не есть Ну насколько я помню А сейчас Я просто Просто не могу Я ем Но очень чуть-чуть И насильно Сама в себя впихивая Ну чтобы не умереть Тоже грустная конечно новость Я расстроилась Вот от этого Но куда более тревожная Следующая новость В какой-то момент Я надела маску На себя Мне стало страшно Шутить Так как мне нравится Шутить Очень страшно Оставаться собой сейчас Ну что-то там Хохотать Дурачиться Как я люблю Потому что Уязвимость Страшно быть уязвимой Начиталось много Про себя в пабликах Там писали Что да Ой Понятно Почему он от нее ушел Она ребенок Инфантинка И дура вообще И я подумала Блин Я могу быть и серьезной тетикой Но мне это не нравится Я так не живу Искаженное восприятие инфантильности Для них Твое поведение Которое Можно характеризовать Жизнерадостным В какой-то мере Легкомысленным К тем вещам К которым все привыкли Относиться Серьезно Они это считают Инфантильным Хотя это Твой подход к жизни Который ее облегчает И делает Светлее для всех Очень хочется Остаться с собой Ладно Не будем о грустном Теперь давайте о веселом Мне недавно защемило нерв Очень сильно Я сейчас ставлю вам Кружочек из телеграма Который я записывала И дабы предотвратить Инфаркты чьих-то попок Предупрежу вас о том Что у меня там рот синий Не потому что я смурфика съела А потому что Ну жвачку пожевала синюю И она Блин Красится И потом не отмывается Блин Прости пожалуйста Буду записывать тебе кружочек Потому что Потому что Что-то это происходит Слушай Дискач Туса Ой ебта Пляшем Что за Почему У меня еще тут рот В жвачке Я выгляжу Ну теперь уже Совсем не очень Но ямочка Это конечно В принципе Симпатично И защемило так В какой-то момент Я думала что не расщемит уже Когда защемляет лицевой нерв Нам в медицинском Рассказывают Вообще Это вообще не игрушки Это надо обосраться Отстраховать момент Потому что защемить может так Что не отщемит еще очень долго Но мне отщемило нормально Зато хороший звоночек был Звоночек о том Что что-то Так не должно быть Надо что-то с этим делать И я сильно нервничаю И я пошла к психиатру Очень этого избегала До последнего Ну а потом Когда поняла Что не хочется жить Ну и умирать не хочется В этом плюс Но и жить не хочется Не хочется хотеть Вот что стрёмно И мне прописали антидепрессанты Хм Вот пью Прикольно Не знаю Как объяснить вам Своё состояние Которое было И до сих пор Сейчас Но уже в меньшей степени Просто реально Не хотелось жить Я не думала Что когда-то Я это ощущу Какое хорошее слово Ощущу 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 Да такое вот Щекотяще Вот Таблетки помогают Я радуюсь словам Теперь смешным Раньше этого не было Долгое время Сейчас могу сказать Что таблетки Правда мне помогают Прошло уже Чуть больше двух недель С момента начала приёма Как будто радостнее стало И я это к чему К тому что Если вдруг Вам расхотелось всё И ничего больше Не приносит радости Пожалуйста Не бойтесь обращаться за помощью Потому что это страшнее Чем обратиться за помощью Когда ничего не надо Уже тебе становится Также я ещё хотела Упомянуть о том Что хожу к психологу Уже два года Потому что Многие мне советовали Обратиться к психологу А я к нему обращаюсь Еженедельно Уже два года И он мне помогает Но просто правда в том Что он не может Пофиксить Все негативные эмоции Это так не работает К сожалению Он помогает только проживать И разбираться В себе В своих реакциях Эмоциях Этим я и занимаюсь И ещё хотела рассказать Вам про доброе И про то Какое влияние На самом деле Может оказывать окружение Ну во всяком случае На меня Не так давно Артур Бабич Предложил мне Встретиться погулять После того Как мы с ним Познакомились на съёмках Просто встретиться И погулять Подружиться Ой Меня обмурашило И мы гуляли По центру Москвы Подходило Очень много людей И к нему И ко мне Реально Много мурашек И он Так радовался Так сильно Он был счастлив Каждому Кто подошёл Так он Всецело Отдавался Каждому Человеку И так сильно Он меня этим Заразил Моё лицо Несколько раз Чуть не треснуло От счастья От огромной Широкой Длинной Улыбки Очень классно Очень по-доброму Я такого Давно Просто не видела И вот Очень рада Что увидела Благодаря ему А ещё был случай Когда мы С Олегом И с Настей Это наша общая подруга Пошли гулять втроём И мы ржали Над всем Ухахатывались Над слезняками На дороге Мы их спасали Чтобы их не раздавили И чё-то так ржомбно было Прям до слёз И я тоже очень Удивилась Что Что я так могу Потому что Разучилась радоваться жизни Потому что Тоже начала Видеть минусы В ней Вместе с человеком Которому пыталась Показать плюсы Но он не виноват Опять же Просто Очень высокая Восприимчивость Видимо Эмпатия Ёпта Ну и мои планы На дальнейшую жизнь Такие Что я бы очень хотела Заново По-настоящему Захотеть жить Радоваться жизни Отпустить всё Ненужное И переехать В новую квартиру Свою Где сейчас Активно Доделывается ремонт И очень хочется верить Что там мне будет Что всё у меня там будет Хорошее А ещё сильно мечтаю Чтобы у всех Всё было хорошо Чтобы мы все Смогли отпустить Эту ситуацию И зажили с нового Чистого листа Без грязи И ещё хочу сказать вам о том Что жизнь Это не про белое и чёрное И что единственное Что я могу посоветовать Это Учиться И научиться Экологично Для себя Для каждого из вас Адаптироваться Под обстоятельства С наименьшими потерями Внутренними И стараться Изо всех сил Искать плюсы Во всём На этом мои новости И истории заканчиваются Я ещё раз очень хотела бы Попросить вас По-человечески Пожалуйста Не развозить грязь Не писать гадостей И поблагодарить хочу Вас За то, что всегда были рядом И дали мне время Лёшу Которого я знала И который ни в чём не виноват Его семью За то, что приняла меня когда-то Свою семью За то, что была рядом И своих друзей Я всех очень сильно люблю И своё прошлое И отпускаю его Всем большое спасибо За просмотр Простите меня, пожалуйста, все Всех люблю Всех целую И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok